Всем привет! Только что прошел UFC 295. Ржи про Хаска против Алекса Перейры. Бой за пояс. Павлович, что же за пояс чемпиона против Аспинелла. Кто из них улетел в нокаут и кого там собирают в больнице? Кроме них, Славик Борщов, Садыхов, Дерн, Андраде. В общем, обсудить еще как есть что. Это обзор всего турнира в фирменном стиле. Сейчас все обсудим. Кто постучал, кто кого вырубил, будет короче интересно. Лайк за оперативный обзорчик и поехали! Начинаем турнир с боя Джошуа Ван и Кевина Борхаса. Честно, карт хоть и номерной, но бои кроме главных тянут на средний файтнайт. Поэтому, с вашего позволения, я затрону самые интересные бои и про нонеймов буду краток. Джошуа Ван. Молодой нокаутер. Ему всего 22 года. У него одна победа в UFC и побил он кого? Жалгаса Жомагулова. Как вы понимаете, шутки с ним плохи. Кевин Борхас или Борхас только дебютирует, но у него крутая манера боя. Либо вырубает он, либо его смотрим. И это был классный бой. Джошуа на старте много нахватал лишних ударов. Упал на задницу. Кевин очень круто двигался и жалил как пчела. Но со второго раунда Джошуа пошел давить, перестроился, не давал дышать и думать. Обрезал углы и насыпал кучу ударов, а прыгучий любитель колен и вертушек начал уставать. Он, конечно, тоже крутой, острый, резкий, скилловый, но со второго раунда его просто задобили. Ну и, собственно, со счетом 2-1 он бой и забрал. Следом, ребята из легкого. Джаред Гордон против Марка Мэтсона. Мэтсон это олимпийский борцуха, серебро по греко-римской в Рио и вроде как в UFC у него тоже хорошо получалось 4 победы в ряд, но вечно как-то все близко, вязко, тяжело и последний бой он вовсе проиграет сабам Гранту Доусону. Гордон такой, звезд с неба не хватает, чередует победы и поражения, хотя неплохо работает на руках. Начал Мэтсон словно бульдозер, шел вперед, накидывая удары за ударом. Да, они были корявые, где-то мимо, но их было кучи. А главное, он зажимал еще в тайский клинч, висел сверху, бил колени и все для Гордона было прям, ну, плачевно. Удивительно, что Мэтсон не шел бороться от слова совсем и это, наверное, было зря. В конце первого раунда в клинче сначала Гордон запонет его таким коротким апперкотом, но клинч Марк не станет разрывать. Джаред поджимает его к сетке, бам-бам и правым боковым бу-бу за ухо и тот падает в тяжелейший нокаут. Вот это да, никто не ожидал и казалось, что ну на крайняк Мэтсон пойдет бороться, там переживет тяжелые моменты, но, видимо, не сегодня. Гордона с победой и нокаут для него это очень большая редкость. Далее бой уже был, да, покруче. Здесь Слава Борщов вышел биться против Назима Садыхова. Садыхов, азербайджанский боец, в UFC пришел в этом году, уже добыл две победы, кстати, две досрочные и задушил он в последнем Терренса Макини. Борщов, наконец, оправился после поражения, где его завозили на конвайсе, у него в UFC уже 2-2 и он откровенный такой ударник. Очень это сильная его сторона, ну а борьба крайне слабое место, это тоже все знали. И, наконец, мы увидели бой, где никаких не было салочек. Садыхов принимает Рупилова и пошло-поехало. Борщов разбивает короткими боковыми корпус голова, причем вкладывается в каждый удар, а на разрыве высекает лоу-кигами. Назим старался отвечать на все, держит руки высоко, не оставляет пропущенные без ответа и очень круто перекрывается в стиле такого парьи. Они оба в стойке искали нокаута и это было прекрасно. Борщов жестко отобьет ему переднюю ногу, стал добавлять и хайкики, путать соперника. Садыхов больше работал на прямых, он пробивал куда меньше, его точность была не самая лучшая, но этого хватает. Чтобы во втором раунде сначала пробить левый висок, Борщова зашатает. Он в гроке, пританцовывает и туда же залетает хайкик прямо за ухо, точно так же, как Махачев пробил Волка. Борщов рухнул в тяжелый нокдаун, но пытается вязаться. Открывается у него мощная сечка, весь в крови. Он встает, пытается отвечать, но пропускает фронт в стиле сильность, но потеряется перевод от Садыхова. Он его пытается добивать и каким-то чудом Слава все переживает и просто безумие поднимается. В третьем раунде Борщов поднял руки еще выше и снова пошли обмены. Сечка, конечно, у Славы там была примерно сантиметров пять, но он не пасывал и искал свой нокаут каждую секунду. Он пробьет десяток тяжелых ударов и едва не сотворит камбэк, но Садыхов тоже страшный воин. По итогу бой дошел до решения, где я отдал первый и третий Борщову, а второй раунд 10-8 Садыхову. И благо, судьи сегодня посчитали ровно так же, что максимально было здесь справедливо. Это классно. Ну а эти ребята заслужили бонус за бой вечера 100%. Закрывают у нас прилимы снова легковесы. Матеуш Рибецкий и Рузвельт Рубертс. Матеуш, поляк, очень круто идет. Сильный финишер, серия побед из 15 в ряд. В UFC пока две и в прошлом бою нокаутировал Лойка Раджабова. Рузвельт же выступает с переменным успехом. Победы, поражения тоже любит пойти за досрочкой, но и либо досрочно убирают уже его. Там как повезет. Ну а здесь было уже очень быстро. Матеуш бросается сразу бороться, ищет позицию. Рузвельт выскальзывает, почти получается, но поляк его не отпускает. Прыгает ему за спину, смена позиций. Матеуш прихватывает руку на рычаг, вытягивает, и Рузвельт кричит о сдаче. Ну как-то так, быстро и красиво. Поляк, конечно, реально перспективный. 16 побед подряд, и это не шутки. Дальше уже идем по главным поединкам. Вот такой вот бой открывал главный карт Пэт Саботини и Диего Лопес. Диего это зрелищный новичок, финишер, парень с характером. Тот самый, который дебютировал против Марсара Явлоева и дал ему очень тяжелый бой. А после быстро закроет то поражение самнув Гевина Такера. Саботини тоже хлебом не корми, только дай подраться. 5-1 в UFC, скручивает пятки, душит со всех углов. И почти все бои в карьере закончил он досрочно. И здесь снова получился быстрейший финиш. Диего сразу задает темп, идет вперед, набрасывает много ударов. После неудачного прохода от Саботини, Лопес пробивает ему правый висок. Тот поплывет, упадет около сетки. Диего его сразу быстро настигает и забивает на канвасе. Вау, Лопес конечно удивляет. Случайно по сути залетевший в UFC парень сейчас нашел себя и вырубает в главном карде на Мэдисан Сквер Гарден. Красава, едем дальше. Следом ребята снова из легкого дивизиона. Мэтт Фривола против Бенуа Сен-Дени. Фриволу все знают как жесткого, неуступчивого такого Робби Лоулера нашего времени. Он взрывной, всегда идет вперед и у него уже три победы нокаутом в UFC подряд и все они в первом раунде. Бенуа ровно из такого же теста, у него все победы закончились финишами. Он либо душит, либо вырубает и серия в UFC у него уже из четырех. Два нокаута, два саба. В общем эти ребятки прям были на подбор. Ну и что, как я вам и обещал, снова безумие. Старт с быстрых разменов. Бенуа идет бороться. Фривола отвечает ему броском, таким хорошим слэмом. Они поднимаются клинч. Фривола разрывает захват, отбегает в сторону. И Бенуа кидает ему такой жесткий, точный хайкик вдогонку. Бам и Фривола в нокауте. Фух, что же сегодня за вечер, комментировать почти нечего. Финиши в первом раунде на первой минуте. У Бенуа с Эндони 5 побед теперь подряд, 5 финишей подряд в UFC. Как вам вообще такое? Он кстати хочет, говорит, забрать пояс BMF у Гейджа и дальше пойти за Махачевым. Ну, звучит заманчиво. Дальше, наконец, дождались девушки Джесси Кондраде против Маккензи Дюрн. Бывшая чемпионка в край потеряла хватку и сейчас идет на серии с трех досрочных поражений подряд. Такого у нее еще никогда в карьере не было. Дюрн смотрится получше. Она чередует победы и поражения, но она перспективная Джинсерша и все верят в ее звездное будущее. Да, не получилась борьба у Маккензи, пришлось работать в стойке и она умудрялась даже попадать сериями с трех-четырех ударов. Но, конечно, как вы понимаете, в силе этих ударов против Андрады мериться не было смысла. Джессика Билла в разы тяжелее, она оформляет нокдаун в конце первого раунда. Жестко ее срубит в середине второго, не полезет добивать, говорит поднимайся, сейчас будем драться. Пошло жестко рубил его, уже и Дюрн попадает. Но Андраде такой размен только и нужен был. Она заряжает свою правую, срубает он почти наглухо Дюрн. Та улетает куда-то в сетку, кувырком падает и бой тут же тормозит. Вот что бывает, когда твой главный козырь не сработал. И Джессика Андраде вот так вот мощным нокаутом закрывает свою серию поражений. В Коумене UFC 295 был невероятно интригующий поединок. Два мощных тяжеловеса Сергей Павлович и Томас Пинелл сошлись в битве за временный пояс. Насколько же они были похожи? В боях 6-1 в UFC все бои закончили они досрочно. Оба на верхушке дивизиона и это тот самый случай, когда в UFC титульник дают не звездному бойцу, который обскакал всю весовую за счет медики, а именно по спортивному, вот именно два максимально достойных мужика. Павлович нокаутер до мозга костей. И как говорится, никто перед ним не может устоять. А вот Томас Пинелл уже более разнообразный, много двигается в стойке, резко взрывается, атакуя. А если надо, то идет и в борьбу, и легко там тебя может придушить. В общем, бой на бумаге казался невероятно крутой. Давайте смотреть. И это было молниеносно. Том начинает с лоу-киков, он отбивает ему голень. После Павлович сокращает дистанцию и разок хорошо пробивает, но атаку развивать не спешит. Тем временем сам Том влетает с правым прямым, попадает в висок, потрясает, следом еще один удар, палыч падает и бам, гвоздящий, добивающий панч. Ё-моё, вот это просто жесть. Без валютола, конечно, не обошлось. Весь бой был натянут как струна и до одного по сути попадания, но сегодня зарешала, друзья, скорость. Эх, блин, поздравляем Тома. Теперь он чемпион, а палыч вернется сильнее. И в главном бою вечера в Мэдисон Сквергарден сошлись два искусных ударника. Алекс Перейра против Ирши Прохаски. Прохаска шел на серии из 14 побед в ряд. В этом списке можно найти Вадима Немкова, Мухаммеда Лаваля, Мальдонадо. В UFC он проведет всего три боя, вырубит Оздемира и Рейса, а в бою за пояс в пятираундовой жесткой бойне задушит Гловера Тейшейру. Потом простой в полтора года из-за травмы, и вот он снова здесь. Он отличается от всех неоснандартным стилем. Странные движения, удары под непонятными углами, колени в прыжке, все это про него. Алекс Перейра, кикбоксер из Глории, всем нам знаком по баталиям против Ады Саньи. Он уже успел погонять с поясом в среднем весе, сменить дивизион, побить Блаковича, и ему снова подвернулся шанс подраться за новый чемпионский пояс. Так как, может кто забыл, нынешний чемпион Джамал Хилл тоже от пояса отказался. Бой же мы этот разбирали всю неделю, решали кто кого и как, но теперь давайте узнаем, что все-таки произошло. Начался бой с финтов про Хаски, но парочка тяжелых лоу-киков его заставили включить борца, где он сделает перевод Перейре и полежит на нем до конца раунда. Во втором раунде Иржи уже включается, он чувствует себя вольно, идет атаковать, уже не боится разменов, бьет по три-четыре удара в серии. Перейра почему-то пятится и кажется у него проблемы. Но потом мне показалось, что как будто бы он его вытягивает наоборот, на эти самые обмены. Перейра повторяет план о десании, который сработал против него же, и бам, левый сбоку, Перейра в нокдауне, упал. Паутан пробивает короткие локти, бам-бам-бам, и рефери тормозит эту встречу. Честно, мне показалось, что можно было бы дать еще время про Хаски, пожить там, выкрутиться. Ну как-то как будто бы рановато, напишите как вам показалось. Ну а Алекса Перейру с победой, красава, два пояса UFC уже взял в двух дивизионах, ровно как и в Глории, легенда получается. Все, братва, всем спасибо за просмотр, если вам обзор зашел, не жалейте лайка. Пишите, что дальше для Павловича, Тома, Перейры и, конечно же, про Хаски. В телеге сейчас обсуждаем турнир, куча подробностей, эксклюзивов, все последствия, видео боев, ссылочка в описании, залетайте. Субтитры сделал DimaTorzok